Стоит ли сейчас экстренно покупать доллар? Или стоит ли сейчас экстренно продавать доллар? Такие сообщения я вижу постоянно, особенно от тех, вот знаете, мне нередко пишут, я купил доллар по 130 рублей где-то, не знаю где, и теперь вот не знаю, что с ним делать. Всегда возникает вопрос, а зачем вы его покупали? И когда мы работаем, ну если вы работаете с валютой, то надо опять же очень четко себе отдавать отчет, вот а зачем я ее покупаю? Чтобы что? Чтобы попытаться на ней заработать за месяц? Ни в коем случае этого не делайте. Скорее всего, скорее всего, вы в большинстве случаев будете проигрывать. Вы не угадаете, потому что вот эта попытка угадать, а что сейчас будет с долларом? Да откуда вы что? Можете знать, как завтра поведут себя правители там, какие санкции объявят, как будут вести себя цены на нефть? Это невозможно сейчас никаким образом предугадать. Сегодня цены на, ну обычно цены на нефть, курс доллара зависит к рублю, зависит от очень сильного цен на нефть. Но сейчас этого нет, потому что сейчас он зависит как раз в первую очередь от вводимых санкций, от ограничений и еще от массы совершенно не предугадываемых факторов. Поэтому пытаться сегодня заработать именно вот локально там за месяц-два на том, чтобы сегодня купить, завтра продать, я крайне не советую. Тем не менее, я скажу мысли, что делать и что ожидать. Посмотрите видео, если не смотрели, про валюте приходит конец, которые возможно, в этом видео мы разбирали нюансы, что возможно будет происходить и глобальный сдвиг в плане отношения к доллару. И главное, какие ограничения сейчас есть на валюту, чтобы вы понимали, что можно, а что нельзя. Потому что многие вещи уже ограничены для россиян, по крайней мере. Покупать доллар, как и иные валюты, лучше в спокойное время. Когда идет паника, когда идут бешеные колебания вверх-вниз курса, за день курс рубля может на несколько процентов, на 5%, на 10% скакануть вверх или вниз. В такой ситуации лучше держаться от этого подальше. Не пытаться еще раз, вот я понимаю это желание, что А вот у меня кто-то купил доллар по 70 рублей, сейчас продал по 100 рублей, он счастлив. Ну что же, ему повезло, но пытаться, повторюсь, в моменте на этом сыграть я крайне не рекомендую. То есть определитесь для чего? Для долгосрочных накоплений. Если вы говорите, я хочу на длинном горизонте сохранять свой капитал, тогда да. Если мы посмотрим на график, вот здесь курса доллара за последние 20 с лишним лет, мы видим, что да, рубль регулярно обесценивается. Да, скорее всего это так и продолжится. И долгосрочно накапливать часть ресурсов в валюте для каждого конкретного гражданина, это более, на мой взгляд, оправданно. Не все, конечно, но часть иметь да. Почему? Потому что рубль постоянно обесценивается. Мы об этом говорили, вчера у нас выходил ролик про инфляцию, как выстроена политика государства относительно сбережения граждан в этом плане. Посмотрите, изучите это дело. Моя позиция сегодня такая. Я стремлюсь делать, иметь валютно-нейтральную позицию, то есть в разных валютах. Если раньше я хранил треть рублей, треть доллара, треть евро, то теперь евро меняю, хочу начать сейчас менять на юани. То есть из евро переходить больше в юани. Почему? Потому что перспективы евро валюты для меня под большим сомнением, а юани, особенно то, что касается России, отношений России с Китаем. Мне здесь кажется, это имеет долгосрочную, гораздо большую перспективу. Но повторюсь, речь идет именно не о том, чтобы купить там по 50, продать по 60, а о том, чтобы долгосрочно, когда будут очередные обесценивания рубля, на этом не так сильно терять. Поэтому, если мы говорим про долгосрочное накопление, да, конечно, регулярно имеет смысл докупать валюту, либо валютные активы, если они будут доступны. Если именно сыграть сегодня на курсе, сейчас купили, через месяц перепродали, точно нет, вы, скорее всего, будете деньги терять. Посмотрите, я под видео дам ссылку на ролик, как покупать валюту выгодно. Там показана и правильно, показана стратегия усреднения, как наиболее эффективно работать с валютой. Надеюсь, вам это поможет. Итак, что делаю я с валютой? Та валюта, которая у меня есть, я держу, я ее не спешу продавать. А евро в большей степени сейчас перевожу в юанне. Если валюты нет, то понимать, зачем вы ее хотите покупать. Для того, чтобы через полгода продать и как-то на этом заработать, не стоит. Если вы планируете там на многие годы накопление свои сберегать, тогда, да, возможно. Криптовалюты, USDT, это интересный инструмент, безусловно, очень интересный. И у меня есть там часть в USDT, но с этим надо разбираться. Если вы чайник, то тоже будьте осторожны, потому что запросто можно с этим делом влететь. Напишите, пожалуйста, как вы сейчас работаете ли с валютой, накапливаете, не накапливаете, покупаете, продаете, спешите избавиться и остаться только в рублях. Или, в общем, что делаете с валютой сейчас вы?